Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Мир вам, дорогие друзья! В эфире программа «Библия говорит» и с вами вновь Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, нам прислали такой вопрос. Ясно, что курить сигареты с содержанием никотина – это грех. Как быть с электронными сигаретами без содержания никотина? Ну, здесь нужно сделать небольшую поправку. Не для всех ясно и по первому вопросу. Это первое, наверное, то, что нужно сказать. Хотя у нас уже была передача на эту тему, и мы разбирали этот вопрос достаточно обширно и детально. Хотя это, очевидно, имеет многие причины для того, чтобы этого избегать и не делать. Я бы хотел посмотреть на этот вопрос немножко глубже. Я думаю, вся эта тема имеет намного более глубокую мотивационную составляющую. Когда мы говорим о чем-то, что мы делаем, люди чаще всего исходят из главного посыла, который предполагает, если я могу получать какое-то удовольствие, почему мне кто-то запрещает это? Почему я не могу это делать, если это мне приносит удовольствие, приносит какие-то приятные ощущения? Вот это главный вопрос. На мой взгляд, сам вопрос неправильный, сам подход вообще неправильный. Почему он неправильный? Потому что у нас весь мир построен на гонке за удовольствием. Какой еще новый тип удовольствия мы можем изобрести? Вся реклама построена на этом. В огромной степени бизнес, промышленность работает на то, чтобы предложить людям новые типы развлечений, новые типы удовольствий. И как это не печально или как это не очевидно, что сколько бы они не изощрялись в этом, человек так и не получает удовольствия. В этом ошибка. Ошибка человека заключается в том, что он надеется, что что-то даст ему радость. Будь то это видеоигры, будь то это какие-то фильмы, будь то это какие-то удовольствия типа все новых-новых форм, электронные сигареты, нейтронные, какие там изобретут завтра, мы не знаем. Марихуану где-то узаканивает и легализует. Кто-то утверждает, что вот раз спержен курил, значит, я могу трубку набить или забить, или что они с ней делают, я не знаю. Тема вся абсолютно не та. Дело в том, что Писание ясно говорит, человек сможет получить шалом, то есть мир, полноценный мир в сердце, только тогда, когда у него будут глубокие, тесные личные отношения с Богом через Иисуса Христа. Если человек не имеет этого, то тогда он будет задавать самые разные вопросы. А сколько можно? А сколько нельзя? А как можно дотронуться? А как можно посмотреть? А как можно подумать? А все делают. А есть никотин или нет никотина? То есть все эти вопросы, их природа не верна. прежде всего. Потому что они вкладывают в человеку ложную надежду. Теперь другая тема. Если мы посмотрим на этот же вопрос немножко с другой стороны. В первом послании к Римфинам, в 10 главе, есть несколько стихов, которые отвечают на очень многие вопросы, которые мы получаем в нашей программе. Многие вопросы относящиеся к так называемой серой зоне. И вот здесь сказано следующее. 23 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользует другого». И апостол в рамках вот этого разговора, он говорит даже о том, что само по себе не имеет греха в себе. В то время речь шла о мясе. Он говорит, «Но есть ли мясо, когда я ем мясо, приводит в смущение веру человека, который недавно обратился из язычников, который знает, что это мясо, его там продают в языческом храме, и который не может вместить свое сердце, что кто-то пошел в языческий храм, чтобы купить там это мясо». Апостол говорит, «Я вовек мясо не буду есть». По мясу спора нет. Ну, за исключением свинины кто-то спорится по этому поводу. Но в основном по мясу спора нет. Но апостол говорит, «Я не буду его есть вообще». А тем более, когда речь идет о всех вот этих штучках, когда люди пытаются говорить даже о марихуане, «О, да это точно так, как кофе, да это точно так, есть определенный культурный аспект восприятия этих явлений. Если в христианском мире в большинстве, среди большинства христиан, есть, конечно, некоторые маргинальные, некоторые явления, о которых можно спорить и говорить, но подавляющее большинство христианской культуры имеет в себе эту установку, что курение – это плохо. И вот теперь кто-то появляется и говорит, «Нет, а я электронную без никотина». Но вот то, что он приобретает через это удовольствие, оно намного меньше по своей ценности, чем души людей, которых он смущает. Об этом апостол Павел говорит в Послании к Криминам, 14 главе, он говорит, «Ради пищи не лишай, не разрушай веру. Неужели это стоит? Пища твоя?» И там речь идет о пище. А здесь просто о каком-то изысканном типе удовольствия. Вот такой библейский взгляд на это. Но если человек скажет, «Для меня это не идол, я не вижу счастья в этой сигарете». И стараюсь никого не смущать, дома тихонечко так электронную сигарету. Мы не можем следить за каждым человеком, кто что-то дома там делает. Мы не можем делать какие-то для человека законы устанавливать. Но каждый человек, вот если он будет движим желанием угодить людям, способствовать утверждению их веры, он будет избегать таких вещей. Даже наедине? Даже наедине. А зачем? Ну, если это не грех. Ну, возникает другой вопрос. Зачем? Ну, это не грех. Ну, никто этого не видит. Ну, вы знаете, а кто-то может увидеть. А кто-то услышит. Ну, конечно, здесь нет смысла разбираться, кого-то преследовать, где-то добиваться. Потому что проблема не в сигарете. Проблема в мотивации. В душе, да, в мотивации. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Друзья, спасибо вам. На сегодня все. Благослови вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slowa.org Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slowa.org А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.